Павел, добро пожаловать. Мы сегодня вообще по горячим следам многих новостей встречаемся, но одна из новостей касается непосредственно вас. Помогнический суд Москвы приступил к рассмотрению дела о хищении нефти компании ЮКОС. Дело давнее, но тем не менее горячее. Вот вы проходите по этому делу обвиняемым и сумма ущерба, как считает следствие, превысила 1 триллион рублей. Это вы все триллион? Да, вот меня все спрашивают, где же у меня этот триллион, как бы к нему это самое прилепиться. Но, к сожалению, я столь богат только по версии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Потому что все эти, вся эта сумма, так же, как и немножко другие суммы, которые ранее по этому делу вменялись Ходорковскому, Лебедеву и прочим многим, все это выдумка совершенно несоответствующая недействительности, нездравому смыслу. Кто-то там посчитал рыночную цену нефти в количестве 195 миллионов тонн, да, ну это как бы очень много действительно нефти, но тем не менее. Сколько она стоила там в 2001-2003 году, ну вот у них такая цифра, причем у них цифры все время разные. То есть они же в качестве приюдицы, по моему делу, да, они действительно меня собираются судить, они в качестве приюдицы, естественно, используют приговор, который был вынесен Ходорковскому и Лебедеву в 2010 году. То есть это то же самое дело же, та же самая нефть. Так вот в том приговоре нефти было 200 миллионов тонн, да, то есть на 5 миллионов побольше, а сумма, то бишь стоимость этой нефти была сильно меньше. А потом ее еще сократили, соответственно, получается, что я много больше украл нефти, чем Ходорковский, да еще и дороже, значит, почему-то она стала. Вот, поэтому и все это дело, оно вот наполнено такими совершенно вопиющими, абсурдными утверждениями, формулировками, которые там никак не состыкуются, потому что, ну почему они меня обвиняют в хищении нефти, которую я, в общем, никогда в глаза не видел в жизни своей, да, и пишут при этом, что, в общем-то, Ивлев оказывал юридические услуги. Правда. Создавал, значит, условия для, якобы, значит, отмывания этой нефти, да, потому что обвинение его покитили, а потом отмыли. Вот, и все это я, как бы, но там и юридически полно всякой ерунды, неправильных каких-то натяжек и бездоказательных утверждений. Ну, что там только нет в этом обвинений, на самом деле. А вопрос, почему сейчас вообще вернулись к этому делу? Ну, как, смотрите, дело ЮКОС расследуется с 2003 года. Там, значит, сейчас его продлят, видимо, там до 210 месяцев, да, то есть, вот оно, сколько ему там, 15 лет, да, этому делу. 15 лет, они же его не закрывают, они его расследуют. А почему не закрывают? Ну, знаете, это вопрос, в общем, не ко мне, конечно, а в Следственный комитет, я могу только предполагать, почему они его не закрывают. На мой взгляд, прежде всего, оно им нужно для того, чтобы поддерживать процессы, которые Российская Федерация ведет против бывших акционеров ЮКОСа в ГААГе, плюс там есть процессы еще сейчас в Торонто, в Швейцарии, ну, в общем, процессы есть. И они, соответственно, из этого дела там таскают какие-то нужные бумажки и, значит, кидают их. То есть, ну, как бы такая... Это, понимаете, Российская Федерация, она же очень сопротивляется всем этим международным судам, да, которым, ну, 50 миллиардов все-таки им светит заплатить. Большие деньги. Вот они, значит, с помощью этого дела, то есть, это команда юристов международных, White & Case, кстати, представляет Российскую Федерацию, очень успешно. Вот, и всяких там следователей со своими бумажками, которые они там напихают, там же какие-то немыслимое количество томов этих материалов, они там как архивом пользуются. А вот ваше дело, тот факт, что оно было выделено в отдельное производство? Ну, выделено оно уже, чтобы пойти в суд. Это как бы обычная процедура, оно было частью большого дела, где-то много обвиняемых, масса эпизодов и что там только нет. Кстати, у меня есть еще один эпизод, который остался в большом деле, а выделили только, значит, нефтяной эпизод. Это сделали в декабре прошлого года уже, чтобы отправить дело в суд. То есть, это процессуальные, просто, так сказать, такие особенности. Вот говорится, что вы скрываетесь от следствия в США. Вы действительно в США, мы с вами в Вашингтоне здесь сидим. Это ваша главная причина нахождения здесь? Ну, я, безусловно, хотел бы, в общем-то, жить и работать в России, но такого шанса мне не дают. То есть, у меня выбор-то небольшой, либо за пределами России, либо в тюрьме в России. Вот, и я, соответственно, делаю выбор в пользу свободы, поэтому живу здесь, американский гражданин уже давно. Вот, ну, я никогда от них не скрывался. Да, они же, как бы, опять же, они же меня, значит, привлекают к ответственности. То есть, первые вот эти обвинения, они были впервые предъявлены аж в январе 2005 года. Как вот мы сейчас видим из бумаги. Да, даже раньше еще. Соответственно, тогда они уже где-то там меня начинали искать, и тогда я им сходил в Нью-Йорке в консульство и там сделал заявление, подписанное консулом, что я проживаю в Нью-Йорке по такому-то адресу. Все это и было в суде, в Хамомническом, кстати, в том числе. Здесь и без спеца возвращения в Хамомнический суд. Ну, уж не 10, а все 13. А как вы думаете, вот то, что сейчас опять идут волны по этому делу, активность такая, это связано с деятельностью Ходорковского, который живет и работает сейчас, не в России? Ну, я не думаю, что вот эта моя какая-то боковая волна как-то связана с деятельностью Ходорковского. Я сам, в общем, веду достаточно активную такую оппозиционно-политическую деятельность, может быть, к ней, конечно, за это прилетает. Ну, и, честно говоря, я не думаю, что это сильно с этим связано. Просто эта машина, этот каток, он продолжает работать и продолжает плодить вот эти вот свои, так сказать, грязные, вонючие кучки. А если вот это разбирательство идет в заочной форме, да? Это для российского правосудия форма не новая, так уже... Нет, она на самом деле свежая достаточно, и, собственно, она была введена в законодательство именно из-за дела ЮКОСа. То есть для того, чтобы осуждать таких, как я, кто убежал, по-моему, в 2007 году они эту норму о возможности заочного рассмотрения, значит, уголовных дел в исключительных случаях, как написано в уголовном процессуальном кондексе. То есть вот это тот самый исключительный случай. То есть он почему-то распространяется исключительно на людей, которые, значит, имеют отношение к делу ЮКОСа. Ну, почему? Вот Браудера вот заочно судили. Вот Браудера, да. Не, ну, они, как бы, понятно, что есть еще, так сказать, люди, которых им обязательно хочется осудить. Это ничего им не дает, ни в каком смысле, ничего не меняет. Вот. Но, тем не менее, вот по определенным, значит, делам они это делают. И вот по ЮКОСу это далеко не первый заочный процесс. А вы в данной ситуации можете апеллировать к международным инстанциям? Вообще в этом есть необходимость? Я, конечно, могу обратиться после того, как исчерпаю все процессуальные возможности в России, я могу обратиться в Европейский суд по правам человека и требовать, значит, чтобы они, так же, как и во многих других делах, написали, что там были нарушения, значит, моих. Прав человека, да, заложенных в эту конвенцию европейскую. Я, честно говоря, не собираюсь это делать, потому что я не очень верю ни в эффективность европейского суда по правам человека, как юрист, причем, я, как бы, понимаю, о чем речь идет. Вот. Я не вижу там эффективности, и процессы очень долгие, и Россия все равно не признает эти решения. То есть, на самом деле, Россия давно уже не место в Совете Европы, значит, в этом европейском суде. Ну, собственно, она и движется в сторону выхода из этого, значит, из этой юрисдикции международной. При этом Европейский суд по правам человека, это последние данные, присудил за 20 лет почти 2 миллиарда евро выплат по жалобам из России. Вы в эффективность не очень верите. Вот эти 2 миллиарда евро, они куда-то пошли вообще? Нет, подождите, значит, это из двух, обычное решение, которое вы носите по правам человека, оно где-то в районе 10-20, ну, максимум, 50 тысяч евро. Что такое 2 миллиарда евро? Это миллиард, если я не ошибаюсь, 850 миллионов евро, которые присуждены России, должна заплатить акционерам ЮКОСа. Да, то есть основная часть этой суммы, это то, что Россия должна ЮКОСа. Россия официально в своем конституционном суде отказалась платить эти деньги. Поэтому о чем мы говорим-то? Это часть денег, значит, там есть еще 50 миллиардов, это ГАГский, значит, суд, трибунал, арбитраж, это другое решение. Но есть решение по ЮКОСу, значит, ЮКОС против Российской Федерации, которым как раз вот эти почти 2 миллиарда и сидят. Они все равно не выплачены. Россия демонстративно отказывается платить эти деньги. Поэтому мы можем, конечно, подсчитывать эти миллиарды, но от этого же они нигде не появляются. Но вот тот факт, что юрисдикция ЕСПЧ сейчас в России не признается, правильно? Ну, она формально, конечно, признается, но есть закон, который позволяет Конституционному суду признавать, что это противоречит интересам России, исполнению каких-то решений, в частности, решений по ЮКОСу, и не исполнять их. То есть, как бы, они таким образом свое сейчас законодательство сформулировали, тоже не так давно произошло, что Российский Конституционный суд стал выше, чем Евросийский суд по правам человека. А это означает, что российским гражданам нет смысла в Европейский суд больше обращаться, поскольку мы ведь слышали призывы, особенно во время последних протестов, к людям о том, что вот в частности юристы Навального говорили о том, что мы будем апеллировать к ЕСПЧ, обращаться в ЕСПЧ. Скажите, как вы на это смотрите? Я решил, так сказать, каким-то образом вредить, отбирать хлеб у своих коллег. У европейского суда? Нет, у адвокатов, которые туда ходят. Многие из них знают мою позицию по поводу этого суда, да, я как бы не разделяю их оптимизма по поводу того, что, значит, что-то они там... То есть они выигрывают, действительно, в конце концов, все эти дела выигрываются, да, даже по количеству, там, не знаю, сколько там, десятков тысяч дел против Российской Федерации рассматривается, или уже рассмотрено ЕСПЧ, и при этом по абсолютному большинству из них они удовлетворены. Да, то есть они вынесены в пользу ИСОВ, но лучше, что в России, к сожалению, не становится, и те люди, которые получают эти решения в свою пользу, ну, максимум они получают вот эти несчастные, там, 10, 15, 20 тысяч евро. Ну, конечно, это деньги, но это даже не покрывает расходы на адвокатов в большинстве случаев, потому что процесс длительный и довольно сложный на английском языке. То есть, ну, вот, я говорю, я смотрю на это сам, как адвокат, и взвешиваю плюсы и минусы. С точки зрения эффективности, это не то место, куда стоит идти. Я хочу вас спросить о недавней законодательной инициативе, то есть она такая текущая, как бы, законодательная инициатива, про которую сейчас в России много говорят. В Госдуме сейчас рассматривают варианты ответа на западные санкции, и вот там из последних новостей это то, что предлагают госизмение, приравнять содействие и пособничество к введению санкций в отношении России. Вы правовую оценку этой инициативы можете дать? Ну, тут немножко рано ее давать, потому что это всего лишь законопроект, который там, значит, где-то в первом чтении крутится. Потому что, смотрите, нет, есть закон, который уже приняли, который очень общий характер, и, то есть, фактически, значит, наши доблестные думцы, они просто, ну, разрешили правительству решать, какие санкции они там будут накладывать. Собственно, мне кажется, и раньше никто правительству не мешал принимать там всякие, значит, эти эмбарго, еще что-то. Поэтому, как бы, ну, законы они приняли, они явно хотели принять что-то таракое у них такое, как вот, значит, безумного принтера, да, как называют Государственную Думу. Это было явное желание, это было, когда последние санкции ввели американцы, да, там, как раз против Дерипаски, Виксельберга, вот они возбудились, почему бы захотелось что-то принять. И они сначала родили этот законопроект, который, ну, они просто его потом обеззубили, да, потому что им сказали, слушайте, не лезьте, не в свое дело. Ну, они, ну, мы же думы-то послушные, на самом деле, достаточно. Вот, но, работая над этим, они придумали поправки в Уголовный кодекс, да, то они придумали две статьи ввести в Уголовный кодекс, как раз вот, и это пока никуда не пошло, они тормознулись, значит, они даже на второе чтение пока это не вынесли. Ну, тоже понятно, потому что поправлять Уголовный кодекс надо, как бы, очень аккуратно, вот, и первая статья, она, как бы, там, поворачивается против корпораций, российских и зарубежных, которые в России работают, и создает, в общем-то, стимул для всех, там, включая, не знаю, Microsoft или Boeing, просто уйти оттуда на всякий случай, ну, как бы, это не в интересах, явно, российской экономики. Вот, а вторая часть, это как раз то, о чем вы говорите, это, значит, вторая поправка в Уголовный кодекс, это как раз, что нельзя проводить работу, нельзя призывать российским гражданам за границей к каким-то санкциям против России, да, что это, ну, там, измена, не измена, это отдельная статья, да, что вот, если ты это делаешь, да, как мы это делали, когда работали здесь, лоббирули закон Магнитского, и, как многие другие, продолжают что-то еще здесь делать, вот, и не случайно, собственно, уже окрестили эту поправку, как закон Карамурзы, да, потому что, значит, там, прежде всего, о нем почему-то вспомнили на сегодняшний день, вот, ну, тоже понятно, почему, на самом деле. Я не исключаю, что они эту норму примут, в конце концов, после, там, всякой, там, доработки, проработки, то есть, вот эту норму они вполне могут запихнуть, потому что уже столько всего там напринимали, по поводу экстремизма, которого нет, и призывов, и отрицанию, значит, побед в Великой Отечественной войне, и уже сейчас столько, в общем-то, безумных, совершенно по своей сути, уголовных законов, которые, ну, явно носят мракобесный характер, что добавить еще одну норму, вот это как раз они легко забабахают. Ну, вот, если они мракобесные, они номинальные в какой-то степени? Да нет, они работают, к сожалению, мракобесие, это не только на бумаге, оно в жизни людей же за посты в Фейсбуке или там ВКонтакте сейчас реально сажают в тюрьму. Пресс-секретарь же Навального на 25 суток, да, пошла вчера. Вот это был мой следующий вопрос. Да, да, ну, то есть это, ну, как, ну, она же журналист, в общем-то, делает свою работу, и все, то есть это именно вот по этим свежим законам, да, запрещающим там и то, и все, и пятое-десятое, как раз выбирают тех людей, да, у нас же, как в России, у нас главное, чтобы человек был, а статью мы ему всегда найдем, как наша правоохранительные органы мысли. Вот они как бы находят определенных людей, которых они считают, и, в общем-то, не без оснований, врагами путинского режима внутри страны и сажают их в тюрьму. Перенесемся сейчас на нашу сторону океана, и новость такая, она в вашингтонской отчасти. Адвокат Трампа Майкл Коэн получил за организацию встречи с президентом Порошенко от 400 до 600 тысяч долларов в прошлом году. Мы все помним, как проходил этот саммит, когда Порошенко приехал в Вашингтон, было до последнего момента непонятно ни программа саммита, ни то, как эта встреча будет происходить, но, в общем, встреча произошла так или иначе. В администрации Порошенко публикацию назвали неприкрытой ложью, клеветой и фейком. Стоит сказать, что Майкл Коэн сейчас находится в центре самых разных обсуждений, скандалов, и тяжело это описать, в общем, в одном, наверное, интервью, одной программе, но я хочу вас спросить, как у специалиста по праву. Как вообще это работает? Как вот эта вот пресловутая концепция лоббирования, которая в Соединенных Штатах легально отличается от, скажем, концепции коррупции? Вот эта вот линия, как она проходит, и как вы вообще оцениваете всю вот эту вот коллегию с правовой точки зрения? Ну как, я это оцениваю, опять же, скорее, конечно, чисто с профессиональной точки зрения, с тем, с точки зрения общественно-оппозиционной, которая, наверное, в принципе, лоббирование считает какой-то легализованной коррупцией. Ну, я так не думаю. Я считаю, что это, в принципе, особенно в Соединенных Штатах, вполне себе разумный механизм, отрегулированный. Он, конечно, имеет всякие, так сказать, эксцессы и сложности, но в целом лоббисты, работающие на, значит, какие-то иностранные правительства, прежде всего, они должны об этом официально, значит, сразу объявлять. Это публичная информация. И, как бы, ну, а сам по себе процесс лоббирования, ну, он, как бы, помогает, безусловно, функционированию всего этого большого американского, значит, государственного политического механизма. И, собственно, опять же, вот я сегодня вспоминал, когда, значит, мы все очень хотели, чтобы закон Магнитского США был принят, ну, каким-то образом, безусловно, привлекались лоббисты, да, и, как бы, делали свою часть работы, хотя, конечно, это все, это комплексно очень. Вот, и поэтому, значит, меня совершенно не удивляет, что, значит, Порошенко, будучи, ну, в общем, на мой взгляд, таким политиком, особенно, значит, в американской системе не шибко ориентирующимся, но при этом ему очень хотелось встретиться с Трампом как можно быстрее. Не знаю, что он хотел от этой встречи добиться, но... Говорят, для того, чтобы опередить встречу с Путиным. А, ну, короче, он и добивался, он, соответственно, поручал там всем и каждому, кому угодно, значит, двигаться туда. Понятное дело, что администрация Трампа, она таким образом работает, что официальные каналы иногда, ну, они никак не срабатывают, да, я не сомневаюсь, что посол Украины, там, ходил в Госдеп, значит, говорит, ну, примирите нашу президент, примирите. Не работает, потому что Трамп говорит, что Украина, это где вообще? Ну, вот, поэтому, значит, достучались, в конце концов, до Коина, и он сказал, ну, да, окей, я ему скажу, встретиться он с вашим президентом, и за это ему, естественно, отвалили приличную сумму. То есть, здесь нет ничего, так сказать, конечно, реакция понятна, сейчас все будут говорить, это не мы, этого не было и не могло быть никогда, и грязная ложь, то, что уже, значит, сделало правительство Украины. При всем моем уважении к Порошенко, скорее всего, какие-то деньги, конечно, как-то были заплачены за организацию этой встречи, иначе с какой стати Коин будет ее организовывать? Ну, это же его работа, почему бы не взять за это деньги? Он в тот момент как раз был ассоциирован с, наверное, номер один лоббистской фирмы, юридической фирмы в Соединенных Штатах, Squires Pattenbox, про которую, в общем, много чего тоже можно подрассказывать, Но, в целом, это как бы мощная лоббистская структура здесь, в Вашингтоне. Ну, а вот если сейчас говорить о всех, я не знаю, ну, скандалах, скажем так, скандалами, потому что мы каждый день здесь практически сталкиваемся с какими-то новостями, которые связаны с расследованием Мюллера, с другими расследованиями, юридически касаемыми делами. Вот на Вашей памяти, когда это касается непосредственно руководства страны, это в истории новая такая, в американской истории, это новая глава, когда каждое утро мы слышим о каких-то юридических проблемах для высшего руководства? Слушайте, я американец только 8 лет как, у меня нет таких воспоминаний, к сожалению, я только при Обаме здесь жил, теперь вот живу при Трампе, поэтому личных у меня воспоминаний нету, но мне кажется, то, что мы знаем из истории, то, что происходило с президентом Никсоном, там, ну, наверное, на каком-то этапе вот эти скандалы, они начали уже выскакивать там ежедневно, ну, прежде всего, связано с Футергейтом, наверное, были и другие какие-то, просто уже стерлось, то есть, ну, понятно, что это не первый американский президент, который попал вот в такую вот очень спорную ситуацию, посмотрим, я очень надеюсь, что американское правосудие, вот вся эта система, оно, как бы, докажет в очередной раз, насколько оно может правильно и непредвзятое, и действительно по справедливости все это оценить, потому что то, что я вижу сейчас, это, конечно, явно, на мой взгляд, да, со стороны администрации Трампа, да, это противодействие этому расследованию, они выдумывают там то одно, то другое, лишь бы только, значит, это расследование каким-то образом там куда-то свернуть, сбить там, а это же очень сложно процессуально, речь же идет там, это же не то, что каких-то несчастных иммигрантов, да, которые люди бесправные, и с ним можно, так сказать, здесь, к сожалению, делать все, что хочешь, вот, а это состоятельные американские граждане, тут же Майкл Коэн, я уж не говорю про семью президента, и они, конечно, вот из того, что мы на сегодняшний день видим, да, то, что уже попало в прессу, ну, они совершали не очень красивые поступки, насколько эти поступки криминальны, это вот там скажет американское правосудие, я думаю, в конце концов. А вот на сегодня можно сделать вывод о том, что американское правосудие все-таки не поддается давлению, несмотря на попытки? Да, да, на мой взгляд, работа спецпрокурора Мюллера, его команды, работа комитетов Конгресса, она показывает, что это, несмотря на то, о чем идет речь, несмотря на явное, ну, логичное вполне сопротивление со стороны Белого дома, тем не менее эти механизмы, эти институты работают, и, как бы, они, я думаю, что дойдут до логичного касавка. Я не исключаю, что никакой там, так сказать, сговор там, в конце концов, они скажут, нет, ну, мы не видим это, не можем это доказать. Вот. Может быть, и так это все повернется, хотя, честно говоря, мне кажется, что уже совокупность уже известных фактов говорит о том, что, если не сам Трамп, то очень близкие ему люди, включая, кстати, Майкла Коэна, вели себя, ну, так, опять же, не будем пока криминализировать то, что они делали, но выглядит это, дурно пахнет это все очень. Говорят, что расследование Мюллера, оно так много занимает времени, и уходит на это, мы мало знаем, мало, мало расскажут. Мы не должны знать, это официальный процесс. В начале сентября они пообещали выступить с какими-то первоначальными, большими заявлениями, от этих больших заявлений могут у фигурантов расследования возникнуть большие проблемы, по вашему ожиданию? Могут, могут, но они уже привлекли к ответственности достаточно, ну, монофол привлечен к ответственности, многие, опять же, идут на сотрудничество, что, значит, они получают какой-то там не очень серьезный чаш, но в обмен они должны рассказывать все, что знают, и что они там рассказывают, знает только Мюллер и его команда на сегодняшний день. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться, и больше и больше людей будет идти на ту или иную сделку с американским правосудием, что совершенно допустимо по нашим законам, и рассказывать правду, как это было, и дальше, значит, из этих вот рассказов, из этих фактов будет собираться картинка, и, ну да, наверное, осень, это будет разумное время, с учетом того, что, понимаете, осень, это же они, наверное, публичное с учетом выступят, значит, прежде чем они выступят публично, они должны Трампу и его адвокатам все это выложить, и услышать их позицию, то есть это процесс, который может, он может уже идет, он может занимать дольше, понятно, что, сейчас вот муссируется тема по поводу того, допрашивать Трампа или нет, понятно, что его адвокаты против, а он вроде как и готов, ну, в общем, это все будет, это может продолжаться достаточно долго в силу того, насколько это все значимо и серьезно, и это же вопрос импичмента, поэтому тут очень аккуратно все должно быть сделано и очень тщательно проработано. Павел, спасибо вам большое, удачи вам во всем, я была очень рада видеть вас воплотив этой студии, мы обычно с вами общаемся по скайпу, но надеемся на новые встречи неоднократные, спасибо вам. Спасибо, Юлия.